В эфире новости Карелии. Здравствуйте! Я и мои коллеги расскажем о главных событиях сегодняшнего дня. На следующий год мы посадим не одну, а две теплицы саженцев, потому что, думаю, может быть, откликнется еще и Беломорский, Сегежа и Кондопога. Пусть наши города будут красивыми. Фермеры Аланса и детские сады Питкеранты Артур Парфенчиков совершил рабочую поездку в Приладожье. Дерево Дружбы возвращается. Когда и куда его установят? Это мечта всей моей жизни, бывать в таких поездках. Я не знаю ни одного биолога, который бы не хотел побывать на острове Врангеля. Кто-то съездил в теплые края, а ученый Карельского научного центра в тундру на острове Врангеля. Во время рабочей поездки в Приладожье глава республики посетил социальные объекты в поселке Салми. В детском саду улыбка Артур Парфенчиков проинспектировал работы по ремонту и утеплению кровли и отметил, что они сильно отстают от графика. В детский сад продолжают посещать 90 детей из поселка Салми и соседнего Ряймеля. Воспитанников ежедневно привозят на специальном автобусе. Все ремонтные работы подрядчик ведет только в вечернее время, когда дети отправляются домой. Учреждение расположено в двухэтажном панельном здании 1982 года постройки. Здесь необходимо еще заменить водопроводную и канализационную системы, построить на территории дополнительную прогулочную веранду, приобрести новую мебель в группы. По поручению главы региона в местной амбулатории тоже продолжаются строительные работы. Следует отметить, что комплексная работа по подготовке амбулатории к осеннезимному периоду на 340 тысяч рублей был заменен полностью теплоузинг, приведен в порядок. В этом году заменены стеклопакеты, наергосберегающие полностью по всему зданию. На 100 тысяч рублей заменены двери. Сейчас подрядчик приступил к ремонту кровли. Будет утеплен фасад здания, сделаны отмостки. Карельские фермеры объединяются в кооперативы. Общими усилиями проще продвигать продукцию на большом рынке. Артур Парфенчиков посетил сразу несколько таких артелей в Волонецком районе. Они выращивают овощи, выпускают натуральные мармелад и морсы из карельских ягод. О планах дальнейшего развития фермерских хозяйств в Карелии расскажет Наталья Ильина. Кооператив «Аланец Агро» специализируется на производстве овощей. Во время посещения предприятия глава Карелии оценил новый урожай. Правда вкусно? Правда. В хозяйстве шесть теплиц уже строят седьмую. В этом году фермеры реализовали 12 тонн огурцов и 3 тонны помидоров. Освоили и новое направление – выращивание цветов для продажи. Мы еще развили такой новый вид услуги, как цветы. В этом году мы работали с Солуницкой администрацией, продали им цветы для украшения города и с Кемской администрацией тоже Кем. Но если бы мы знали, что так будет пользоваться спросом вот этот горшочный бизнес цветочный, то мы бы посадили больше. На следующий год мы посадим не одну, а две теплицы саженцев, потому что, думаю, может быть, откликнется еще и Беломорск, и Сегежа, и Кондопога. Пусть наши города будут красивыми. Сейчас в составе кооператива 16 фермеров. Вместе им проще строить глобальные планы и справляться с ними. Например, со строительством овощехранилища на 3000 тонн. В общей сложности оно обошлось в 24 миллиона рублей. 14 из них кооператив получил в виде субсидий. Кроме того, Оланец Агро поставляет продукцию в детские сады и школы. А с запуском овощехранилища, утверждают фермеры, сможет обеспечить овощами весь юго-запад республики. Давайте мне некую дорожную карту, вот прямо по итогам сегодняшней поездки, на следующий год, вот прямо, что мы делаем в следующем году, какую помощь оказываем максимально, с точки зрения правового поля, естественно, что мы можем оказать, вот, исходя из того, что, ну, это приоритет. Еще один фермерский кооператив с большими планами – Агроальянс. Его участники выкупили здание бывшей котельной под цех и начали ремонт. Субсидия, полученная от Мицельхоза, более 10 миллионов рублей, пошла на покупку транспорта и оборудования. Главной целью станет производство экологически чистой продукции. Для нас интересно качество, а чтобы получить максимальное качество, мы должны проследить всю линейку. Мы осознаем, что фермеры не добавляют запрещенных удобрений и так далее, для того, чтобы позиционировать продукцию как экологически чистую. Уже в следующем году фермеры планируют запустить производство варенья и мармелада под маркой «Карелан Марьят», что в переводе означает «карельские ягоды». Предприниматели уже придумали логотип с карельским мишкой. Рассмотрели и планы производства вина из ягод. Проблема в том, что у нас с 2015 года на юге фермерам-виноделам, которые выращивают сырье, разрешено его производить. Ибо пошлина стоит 65 тысяч рублей. А для других производств вин она стоит 800 тысяч. Поэтому просили... Тут федеральное оказывается? Да, да. Хотели вот попросить вас рассмотреть ту возможность. А на юге как? Они выращивают виноград. Им разрешено только для винограда. Если бы мы делали из винограда, то да, вот у нас фермерская виноделия. Фермер не перепродавай никому. Хорошо, давай подумаем. Я согласен. Артур Парфенчиков отметил, что такое предложение может способствовать развитию экотуризма в Карелии. На производство можно приглашать группы туристов, рассказывать им о процессе изготовления мармелада и продавать свою продукцию в качестве сувениров. Наталья Ильина, Алексей Миронов, Оланецкий район. Дерево дружбы должны поставить на новое место до 16 ноября. Такое требование предъявила Петрозаводская администрация к участникам аукциона на проведение работ по установке памятного знака. На них планируют выделить почти 15 миллионов рублей. Монумент расположится в парке Победы в районе улицы Пушкинской. Победитель торгов должен не только установить дерево, но и облагородить прилегающую территорию. Напомним, памятник демонтировали весной этого года. На его месте возводится стела воинской славы. В Петрозаводске завершился второй день Всероссийской недели госзаказа в Карелии. Специалисты из 20 регионов страны, работающие в сфере госзакупок, собрались на берегу Онежского озера, чтобы обсудить, как изменился федеральный закон в этом году. Об актуальных темах форума расскажет Анна Касьянова. Неделя госзаказа в Карелии за последние 7 лет уже стала традиционным мероприятием для специалистов сферы закупок. Ежегодно руководители уполномоченных органов исполнительной власти и органов по регулированию контрактной системы собираются для обмена опытом и ведения профессионального диалога. На пленарном заседании с приветственным словом к участникам выступил премьер-министр республики Александр Чепик. Вы работаете в сложной сфере для любого чиновника, для любого человека, потому что вы рискуете определенным образом и должны быть, представляете сами для себя, внутри быть абсолютно точно уверены в том, что то, что вы делаете, вы делаете правильно. Актуальными темами недели в этом году стали нововведения в корпоративных закупках, а также опыт республики в сфере закупок федеральной службы исполнения наказаний. Особое внимание уделили наиболее актуальной в период пандемии теме импортозамещения. По словам экспертов, эти вопросы имеют значение для будущих изменений в законодательстве и реформации системы закупок в целом. Когда собираются люди, которые регулируют эту сферу в своих регионах, собираются вместе с федеральными регуляторами, это имеет особое, безусловно, значение, потому что мы вместе формируем ту нормативную базу, по которой нам работать. И надо сказать, что в последние годы мы все вместе обращаем внимание, что то, что мы предлагаем, практически всегда становится одной из основ изменений тех, которые потом принимаются в дальнейшем. Год назад участниками мероприятия стали представители из 37 регионов страны. В этом году из-за карантинных ограничений некоторые из них приехать на форум не смогли. Для них конференции проходили в онлайн-формате, а спикеры выступили с докладами по видеосвязи. Анна Касьянова, Владислав Петров, Служба новостей. С крупного пожара началось утро среды в Петрозаводске. На улице Энергетиков в микрорайоне Соломина загорелся промышленный ангар. Он принадлежит компании, которая занимается производством и строительством построек из клееного и профилированного бруса. Пожар начался в 5 часов 45 минут. Прибывшим на место сотрудникам МЧС понадобилось почти два часа, чтобы ликвидировать бушующее пламя. В результате пожара строение значительно повреждено огнем. Погибших и травмированных нет. Для ликвидации пожара привлекались силы и средства Петрозаводского пожарно-спасательного гарнизона в составе 10 единиц техники и 30 человек личного состава. В настоящее время проводится проверка по факту пожара. Виновные лица, причина пожара и ущерб от пожара устанавливается. Юность Петрозаводски обновят. Урбанист Илья Варламов вернулся в Карелию, а Петрозаводский хоккеист ее покинул. Подробности расскажем коротко. В госпитале для ветеранов-воин от коронавируса скончалась женщина 1932 года рождения, имевшая сопутствующие заболевания. Всего в республике подтвердили 33 новых случаев заражения. Выписали 34 человека. Петрозаводский стадион «Юность» обновят. К 2021 году здесь заменят покрытие футбольного поля и проложат новые беговые дорожки. 16-летний житель Кимии похитил 4 канализационных люка. Но сбыть их не успел. Его задержали сотрудники полиции. Возбуждено уголовное дело. Илья Варламов, блогер, журналист и общественный деятель, приехал в Карелию. В социальных сетях он поделился фотографиями с острова Кижи из Петрозаводска и его окрестностей. Карельский хоккеист вошел в состав юниорской сборной России по хоккею. 15-летний защитник Артем Куликовский уже успел сыграть в двух товарческих матчах. Министерство образования Карелии ищет активных, творческих, инициативных и хозяйственных на высокую должность. Жители республики, которые соответствуют этим качествам, могут стать руководителями колледжей, техникумов и других образовательных учреждений республики. Есть кандидатам и более серьезные требования. Это возраст от 21 до 49 лет, наличие высшего образования, отсутствие судимости и, естественно, опыт управленческой деятельности. Документы принимают до 23 октября. Более точную информацию можно узнать по телефону, указанному на экране. Этим летом многие съездили в теплые края, но некоторые жители республики предпочли более экстремальные путешествия. Аспирант Корейского научного центра Роман Абабко полтора месяца провел в тундре на острове Врангеля. Побывав в гостях, у молодого ученого мы узнали, что побудило его променять теплые солнечные дни на более суровые, арктические. Роман Абабко – аспирант Корейского научного центра молодой ученый-бриолог. Коллекционирование мхов увлекся с детства. Со временем это переросло в профессию. Роман интересуется не только мхами, но и другими древними группами растений, например, папоротниками. Один из самых крупных видов в его комнатной оранжереи – папоротник-платицериум – олень и рог. Свои необычные растения предпочитают выращивать самостоятельно. В коллекции есть уникальный папоротник – гликоноптерис. В природе его корневище служит домом для муравьев. Роман увидел фотографии растения в интернете, написал владельцу, и тот выслал по почте фрагмент листа со спорами. Их удалось прорастить. Из маленьких контейнеров пересаживаю в горшок побольше, где они дорастают до подросткового состояния. И уже из подросткового контейнера я перевожу их в индивидуальные горшки, где они вырастают до взрослого состояния. Этим летом молодого аспиранта пригласили в экспедицию на остров Врангеля, организованную при поддержке Всемирного фонда дикой природы. Там он собирал образцы мхов и фотографировал их. В будущем это поможет другим ботаникам в создании атласа махообразных или шайников заповедника. Роман рассказал, что всегда мечтал о такой экспедиции. Это мечта всей моей жизни бывать в таких поездках. Я не знаю ни одного биолога, который бы не хотел побывать на острове Врангеля, потому что это уникальное место и уникально в плане флоры, в плане фауны и в том числе в плане геологии. На острове царит арктический климат. Прохладное лето непродолжительно. Его часто прерывают заморозки и снегопады. Обычная температура воздуха здесь от нуля до пяти градусов. К лагерю часто приходили белые медведи и овцы-быки, но удалось повстречать и более миролюбивых жителей – лемминга и песца. Приходилось работать и на крутых скалах рядом с птичьими базарами. Собранный гербарий махообразных сейчас обрабатывается специалистами в городе Апатиты. Затем коллекция отправится в Санкт-Петербург и будет храниться в гербарии Ботанического института имени Комарова. Также в ходе экспедиции удалось заложить площадки для изучения глобального изменения климата. Наблюдения на этих участках будут повторяться на протяжении многих десятилетий. Таким образом, работа молодого ученого ляжет в основу многолетних исследований северной природы. Виктория Швецова, Владислав Петров, Служба новостей. Сотрудники Сегерской госавтоинспекции помогли вернуться ребенку домой. Патрулируя район, инспекторы увидели стоящего на обочине дошкольника. Давай мы, может, тебя домой отвезем? Нет, я так пойду. Где ты живешь, расскажи. Нет, я не помню. Он не знал адреса своего проживания, но смог по памяти показать сотрудникам ДПС дорогу до дома. Со слов матери, мальчик должен был гулять во дворе со старшим братом. Как он оказался у проезжей части, непонятно. Но главное, что история закончилась хорошо. Таковы главные новости на сегодня. О них вам рассказали Дани Учиненов и Служба новостей. Берегите себя, всего доброго. Дани Учиненов